Новый милицейский скандал у Крышеве. Как стало вядомо, на одного из работников Раусу завели криминальную справу за жорсткое сбитие затриманного. Инцидент, который имел место летать, отримал не шаканный протяг. Ахвяра милицейского гвалта померла в таймничных околичностях. Наши журналисты наведали Крышеву, чтобы отримать новые подробности. Ян Бабицкий. Зъявление у Крышеве с дымашной группы Белсату одразу выкликало за непокойность мясцовой милиции. Незалежных журналистов спрабывали затримать, на якой подставе тямнага отказу не было. А крутитесь тут, вокруг ездите. А что, заборонено законом? Нет, не заборонено. Вот, подозрительно. Вышло подозрение ваша машина. 26-тысячная мясточка застается под болючим ураженнем опошних дзен. На початку червеня у городским парку знайшли труп 60-ти годового мужчины. Як высветилася пазней, гэта был мясцовый бездомник. Пэлна инцидент не працягнул бы уваги, и, калиб журналисты не доведалися, что померлый меў сурьозный конфликт с милициантам со славутага опошними месяцами крышовскага раусу. Я думаю, информация об тем, что областная прокуратура узбудзила криминальную справу супороть у полномаженного капитана милиции. Ну, прозвище было названо уже как бы у сродках массовой информации. Это за сбитё человека. Следчий комитет подтвердзил завядзення криминальной справы паводля артыкулу «Перавышэння уладыці службовых полномоцваў». Паводля офіцыйной версії, летось мужчины, якого не однойче прытягывали до административной адказности, паскардиўся, что яго жорстко сбил милиціант. Недаўна незалежная медаў назвали имя и прозвище фігуранта криминальной справы. Капитана милиции Андрея Генералова справа выкликала абурэння сярод жахароў городу. У крышаве ўсё вас трейгучыць пытанне. Ці збіццёбя з домніка летось, яго наяскарги і ўрэстця таямнічая смерць на початку червеня – гэта часткі той самой гісторіў. Следчае органы кажуць, што не, але ў мястечку ў гэта мало хто верыць. Они щас што хочут, то и делаюць. Ні за што. Могут, можы ці дамой с работам, а не могут идти ця забрать. Тым больш, што крышавский Раус сапсаваў свою репутацію яшчы раней. Про внутрэнные праблемы і злоужыванні ваўстанове стала вядома дзякуючы групі мясцовых милиціянтаў, які звернуліся ў незалежныя меды. У лютым яны написалі скаргуды керавніка МУС Ігара Шуневича на порушэнні закону з боку начальства. Са слову ўжо былых праваховнікаў, іх, між іншыга, примушалі выконваць план ў складанні протаколов адміністратывных порушэнняў. За тое, што наважыліся критакаваць керавніства, милиціянтаў пазбавілі працы. Нікаторы зіх збіраюцца звернуцца ў суд. Бо паводлі керавніства МУС правапарушэні ў шарагах ведамства гэта хучэй вынятак. Як неадной шы заявляў міністр Ігар Шуневич, гучнае скандалы вакол милиці гэта выдумкі і хлусня незалежных медыў. Уласнаш керавнік ведамства недавна атрымаў грамату національнах асходу Беларусі за умацаванне правоў і свабодаў грамадзянаў. Ян Бабіскій, Белсат.